здравствуйте в эфире прямая речь и эти 40 минут с вами проведу я татьяна колганова и мои сегодняшние гости это алексей горьков и максим балашов эти молодые люди 10 сентября были избраны депутатами городского совета и любопытны они нам тем что они представляют самое молодое поколение нового депутатского корпуса и то что они не были до этого в составе совета но тем не менее у них есть опыт общественной деятельности об их представление о том чем они будут заниматься и об их представление о том как прошла избирательная кампания в городской совет депутатов об этом мы сегодня говорим давайте сначала немножко представлю тех кто у нас сегодня Итак, Максим Балашов. 30 лет. Генеральный директор компании «Веб-студия. Простые решения». Член общественной палаты района и прошлого третьего созыва, и нынешнего четвертого созыва. Максим пошел на выборы от партии КПРФ по пятому округу и набрал 779 голосов избирателей. Алексей Горьков. 26 лет. Работал в единой пресс-службе администрации района. Советник главы района. Пошел на праймерис «Единой России». Был поддержан. На выборах представлял эту партию. Округ 4. Клементьевский поселок. И у Алексея 1313 голосов. 1313. Такое число. Счастливое число. Итак, да, вот эти молодые люди впервые идут в городской совет Сергея Опасада. Оба избрались впервые. Я хочу, чтобы вначале вы сказали тем людям, которые за вас проголосовали, буквально несколько слов, все-таки вас поддержали. Хочется прежде всего сказать слова благодарности тем людям, которые пришли на избирательные участки и поддержали ту команду, которая сегодня сформировалась в городском совете. Не важно, как бы даже какую команду эти люди поддержали. Важно, что люди пришли на избирательный участок и оказали доверие тому кандидату, которого они поддерживают. Я благодарен каждому жителю, который пришел на избирательный участок и поддержал того человека, которого он считает наиболее достойным. Того человека, которого он знает. Того человека, которого он понимает. Или того человека, к позиции, которого он разделяет. При этом были достаточно разные избирательные кампании, мы об этом с вами чуть попозже поговорим, но результат у всех тоже очень разный. У меня, например, очень большое количество голосов, и у нас есть очень сильный перекос, например, то есть 4 кандидата, которые прошли по нашему округу, набрали больше 1000 голосов, а пятый кандидат набрал 636 голосов, которые к нам прошел, и там уже была очень сильная борьба. Поэтому жители оказали существующим депутатам по 4 округу очень большое доверие, и в том числе и мне, как молодому кандидату, новому кандидату тоже очень большое доверие, которое впоследствии главное будет еще завоевать и еще скорее усилить, потому что все-таки как человек, который новый в этом составе Совета, для меня это очень большой аванс, который как депутату, которого жители поддержали и избрали, предстоит реализовать. То есть если для существующих депутатов, которые идут на выборы, это по сути проверка, насколько они хорошо отработали или плохо отработали, кто не прошел, то для человека, который идет на выборы впервые, это прежде всего аванс, который еще очень сильно предстоит реализовать. Спасибо, Алексей. Максим, ваши избиратели вас тоже поддержали и заслуживают то, что вы к ним обратились. Я хочу, наверное, присоединиться к славам Алексея. Было очень приятно. Спасибо вам всем большое. Спасибо каждому, кто пришел на избирательный участок в этот день. Спасибо всем, кто поддержал меня, кто выразил вообще свою волю. На самом деле это крайне важно, крайне приятно чувствовать вашу поддержку за спиной. Во всяком случае, с вами вместе я чувствую себя гораздо сильнее. Моя позиция с вашей поддержкой выглядит увереннее. Спасибо вам большое. Ну, собственно говоря, хотелось бы сказать большое спасибо тем людям, которые непосредственно, как бы сказать, говорили хорошие слова во время избирательной кампании, которые поддержали, которые сказали, ну вот я просто услышал множество хороших слов. Люди, как бы сказать, вот правильно Алексей сказал, дали нам аванс. Мы обязаны, именно обязаны этот аванс оправдать. И, как сказать, с вашей поддержкой, с вашей помощью мы постараемся обязательно быть людьми полезными, людьми достойными нашего города и показать себя с наиболее лучшей стороны. Ну, мне приятно, что вы поблагодарили не только тех, кто проголосовал за вас лично, но и в принципе людей, которые не остались в стороне от выборов и пришли на избирательный участок. Вы, вот я уже опять делаю акцент, молодые, амбициозные, идете на выборы. Для чего? Вот. Начну с себя. Я живу на том округе, на котором, собственно, избирался. И очень важно улучшать ситуацию вокруг себя. Если человек, как бы, хозяин дома, он улучшает ситуацию у себя внутри дома. Если человек становится депутатом и становится депутатом от округа, то он уже своим домом должен чувствовать не какую-то квартиру или не какой-то дом, он должен чувствовать своим домом округ и нести за него, как депутат, такую же ответственность. Мне кажется, вот эти моменты очень важно понять депутатам, которые прошли. О том, что там или здесь порядок или беспорядок, зависит в том числе и от работы этого кандидата, этого человека. И выборы, они позволяют не только человеку, который у них прошел личностно развиваться, карьерно, может быть, развиваться. То есть есть еще один аспект личной заинтересованности, личного движения. Вы знаете, очень часто такие вопросы возникают, да, вот зачем ты идешь, там зарплаты нет, там ничего нет, как бы, да. То надо говорить людям честно. Прежде всего, для меня это личностное развитие, личностное для себя. Что молодой парень из обычной семьи взял и смог, как бы, да, получить у жителей такую поддержку. Это для меня. При этом я понимаю, что вместе с тем хочется улучшить ситуацию и в нашем округе. Потому что родная Клементьевка, родной микрорайон заслуживает немножко большего внимания, чем ему когда-то уделялось. Дворы, к сожалению, у нас в очень плохом состоянии. И об этом, я думаю, мы тоже с вами поговорим. Это тема, которая прежде всего волнует жителей, да. Люди, большинство людей хотят, чтобы за них кто-то что-то сделал, да. У нас, у кандидатов, у многих, особенно молодых, желание не что-то от кого-то добиваться, что-то от кого-то просить, а сделать самим. И мандант депутатский, депутаты, возможности депутата позволяют это сделать. Хорошо. То есть, все-таки есть такой фактор, я хочу развиваться как личность. И второй фактор, я хочу сделать для своего округа. Максим, часто говорят, что в совете депутаты решают и свои какие-то личные вопросы. Вы зачем идете? Ну, во всем случае, тот, как сказать, момент, когда я решил идти в городской совет депутатов, для себя во всем случае осознал такой вопрос. А кто, если не я? Кто, если не я, будет в том числе решать и вопросы города, и вопросы жителей? Просто, смотря на деятельность многих депутатов, во всем случае, мое мнение, что люди не всегда относились с полной отдачей к своей деятельности. Я спрашивал людей, знаете ли вы, кто ваш депутат? Многие не знают. Это плохо. Лично я считаю, что работа депутата должна быть открыта, публично, она должна быть в полном сконтакте с жителями. В ходе введения своей избирательной кампании я раздавал как можно больше всем свой контактный телефон. Я считаю, что когда у жителей будет прямая возможность снять трубку и позвонить депутату в любое время дня и ночи, когда у нее будет прямая связь с властью, люди поверят в выборы, люди поверят во власть. Хорошо, Максим, а вы же еще член общественной палаты. Вот там тоже, в общем-то, представительская такая функция. Вы там тоже можете представлять интересы людей, решать какие-то вопросы. А чем отличается городской совет? Ну, смотрите, в любом случае, общественная палата это совещательный орган. Орган, который непосредственно, скажем так, собран при районной власти для решения консультативных вопросов. Общественная палата это полезный орган, но он не имеет непосредственного влияния на ход процессов. Он может советовать, он может, в общем-то, выражать мнение общества. Так или иначе, что-то сделать самостоятельно можно уже, работая в городском совете депутатов. То есть вы хотите решать? Я считаю, что у меня получится, у меня есть определенный опыт работы общественной в общественной палате. Я считаю, что опыт, в общем-то, позитивный. Очень многие оценивали мою деятельность, в общем-то, неплохо. Я считаю, что есть... Можно я продолжу немножко вот это? Я минуточку прерву вас, потому что мы с вами все-таки в прямом эфире. И мне хочется напомнить зрителям, что они могут обратиться к вам в студию по телефону 547-0004. Телефон у нас работает, поэтому если есть вопросы к новым депутатам, пожалуйста, их задавайте. Алексей, да, продолжайте. Максим говорит о том, что надо решать вопросы конкретного жителя. Вы знаете, я, наверное, скажу очень непопулярные сейчас слова, но в коде этой избирательной кампании я очень четко понял, что решить вопросы каждого конкретного жителя невозможно. Возможно решить вопросы большинства, да, жителей какого-то конкретного дома, но только в том случае, когда у них есть консолидированная позиция. Я поясню, что я имею в виду. Если какая-нибудь там женщина, мужчина, неважно кто, да, на встречу попросили, нам надо пилить дерево. Приезжают какие-либо там люди, да, начинают делать что-то, звонят непосредственно исполнители, говорят о том, что вы знаете, слушайте, нас тут кипятком обещают полить. Да, как бы. Вот у меня тогда вопрос возникает, как в таких случаях можно решать проблемы конкретного жителя. Да, мне кажется, это делать очень сложно, но при этом очень важно проводить собрание, очень важно, чтобы в доме был старший по дому, очень важно, чтобы был совет дома, чтобы не было такого, что давайте сегодня поставим детскую площадку, а завтра снесем, да, чтобы городское благоустройство работало системно и в комплексе, а не вот так, как это происходит, да, кто-то одно захотел, а потом другой не захотел, а третий не захотел. И очень важно другое, ну, как бы все, да, неглупые люди, если видят о том, что дорога плохая, да, ну, можно прислушиваться к мнению жителей, да, действительно плохая, а депутат сам, ну, сам понимает, наверное, да, депутат, тем более, который на этом округе обошел округ, например, как Максим, да, весь округ квартирный, я, как, например, человек, который живу на этом округе, ну, мы же сами, как жители этих микрорайонов, мы понимаем, что, куда надо, прежде всего, каким направлением деятельности, есть убить внимание, безусловно, надо прислушиваться к большинству мнению жителей, к большинству мнению жителей, но если она дорога плохая, она плохая, если она хорошая, она хорошая, и здесь не может быть других мнений. Ну, а потом, как вы прислушивались, мне хочется как раз тоже поговорить, потому что вы вели компании свои, избирательные, построенные на контакте с населением, на контакте с избирателями, но немного по-разному. У вас были встречи во дворах, Алексей, с вашими коллегами, которые шли по этому округу, Максим строил работу индивидуально, скажем так, по квартирный обход, да, не так давно у нас появилась такая практика, ее многие пробуют, и, как видно, она приносит результаты. Максим, итак, вот вы идете в квартиры, звоните в дверь, обходите подъезд за подъездом, что вам говорят, как вас встречали? Ну, встречали, по большей части, крайне позитивно. Прям вот крайне позитивно. Ну, по большей части. Звонок в дверь стоит, молодой человек, да. Понятно, конечно, есть... Извините, вы кто? Ну, конечно, есть некоторое недоверие, конечно, к людям, то есть, что, почему человек пришел, почему кандидат сам пришел, кандидат ли это, или, может быть, кто-то вообще с улицы, сторонний человек. Все время приходилось с собой носить документ, подтверждающий который непосредственно, и люди очень удивлялись, что кандидат сам, да зачем вам это, что вы тут делаете, почему вы не во дворе собрали встречу, или там по телевизору не выступили. Но, опять же, почему я еще избрал такую тактику? Я считаю, что непосредственно контакт человека с человеком, пообщавшись с каждым лично, узнав о его проблемах, о настроениях, опять же, когда мы собираем какую-то встречу, мы имеем какое-то консолидированное мнение, так или иначе. А подчас мы имеем базар. Да, вот, кстати, в общем-то, да, и слышно в основном, не просто каждого жителя, а слышно в основном самых активных, крикливых, пардон, наглых иногда, мы слышим мнение, грубо говоря, каких-то конкретных жителей. Мнение всей, скажем так, массы людей в данной ситуации учесть очень сложно. Я ходил с такими ежедневниками, я списал три штуки за всю избирательную кампанию, ровно три получилось, записывал непосредственно вопросы, проблемы, какие беспокоят. Даже не для того, чтобы их вот прям срочно побежать решать, так или иначе, это моя база. У вас пока и нет возможности, как вы их решите. Ну да, ну так или иначе, это база для моей депутатской работы. То есть у меня сейчас уже есть, в общем-то, фактически бесценная статистика тех вопросов и проблем, которые решаются. Опять же, относительно встреч, в общем-то, полезная штука в плане каком? Что люди могут поговорить друг с другом, но не всегда люди могут договариваться. Кстати, вот это помогало. Минуточку, я очень быстро задам вопрос. Максим, сколько вы обошли квартир? Так, сейчас я вам скажу. Ну, это порядка девяти тысяч квартир. Это было очень непросто. А у нас уже есть звонок и звонок с Клементьевки. Я думаю, Алексей, это к вам. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Это говорит житель Клементьевки Пекарева Валентина. Да, Валентин, добрый вечер. Прежде всего, хочется поздравить Алексея и Максима с выборами в Совет депутатов. Мы очень за вас рады. Вы вот ходили у нас по дворам, Алексей, и выяснили все наши проблемы. И в доме 2А по проспекту у нас в седьмом подъезде сломался козырек. Вот желательно, чтобы вы все эти проблемы, которые записали во дворах, не забыли, а помогали нам во всей деятельности. Спасибо большое, конечно, мы будем помогать. Спасибо, да, как раз мы переходим к той части, что и Максим, и Алексей действительно поговорили с людьми, что-то записали, три ежедневника. Алексей тоже собрал массу наказов. А что с этим делать? Я сейчас, наверное, отвечу на вопрос сначала. В чем был вопрос? По львиную долю количества обращений занимает работа управляющей компании. Действительно, на сегодняшний день у жителей очень много вопросов к работе управляющей компании. Но! Но! Если мы вспомним, а я уже на избирательной компании не первый раз принимаю участие, то предыдущая избирательная компания, которая проходила в 2013 году, она была намного сложнее, хуже. И тогда не было горячей воды. И тогда Сергею Александровичу Пахому было принято непопулярное на тот момент, как оказалось, политическое решение о смене посад энергии на другую управляющую компанию. Но сегодня у жителей хотя бы уже нет вопросов относительно того, что, знаете, а где у нас крайне горячая вода там, да, и так далее. То есть вот эти решения, которые были приняты, они полностью правильные. Но! Жилой фонд, который сегодня есть, он был заброшен, к сожалению, на протяжении очень долгих лет. И сегодня действительно из программы капитального ремонта, из программы текущего ремонта подъездов, да, они не просто реализуются, но они начинают реализовываться. И сегодня вот таких вопросов, как, например, у Валентины Козырек, да, где-то вопрос подвала, где-то вопрос текущей крыши. Эти вопросы все можно решать, но важно понимать, как. Если вопрос, например, Козырька, да, незначительный какой-то, и для людей конкретного дома он доставляет действительно такую вот значимую проблему, то это можно разговаривать об управляющей компании. Если у людей течет крыши, то необходимо включать дом в капитальный ремонт, да, например. И вот если плохой подъезд, да, необходимо, может быть, посоветовать, рекомендовать управляющей компании вместе с администрацией, чтобы они внесли эти... Ну, посоветовать можно, а сделает ли управляющая компания вот здесь депутатского ресурса достаточно? Конечно, здесь достаточно. Ну, а кому они должны прислушиваться, как бы? Если депутат, да, это посланник жителей, то управляющая компания должна к депутатам также относиться, да. Если, вот я сейчас поясню, что я имею в виду, если у вас приходит старшая по дому конкретно, она говорит, вот вы знаете, у меня тут, там, вот такая-то проблема, вот для нее она самая важная, самая острая и самая, которую там нужно решить. Да, если приходит уже непосредственно депутат в управляющую компанию и начинает честный, откровенный разговор с управляющей компанией, условно, Ребята, вот у вас в этом году сколько сбор там? 20 миллионов, допустим, да, вот, и можно посмотреть, как эти деньги распределить. А вот вы знаете, вот мы обошли все дворы, вот здесь у людей, большее количество людей жалуются на какие-то проблемы. Может быть, посначала на это обратим внимание, а уже потом на следующее. То есть депутат, он непосредственно от своего округа посланник, координатор непосредственно. И с чего я начал? С того, что он ответственный за свой микрорайон. И он должен честно людям всегда говорить о том, что если у кого-то что-то не получается, то не обещать это сделать завтра, послезавтра, а говорить реальные сроки. Если через 5 лет, значит через 5 лет. Но это правда. То есть вы такие вот полевики, вы видите свою работу в том, чтобы помогать непосредственно на округе, непосредственно жителям, то есть вот решать те проблемы, которые вы вскрыли в ходе общения с жителями. А у нас еще один звонок и посмотрим, что интересует людей. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Роман и Сергея Посада. Да, Роман, добрый вечер. Мы хотели бы, я хотел бы поздравить Алексея и Максима также. Спасибо. С удачными выборами. И вот мы очень рады, что не прошел, слава богу, господин Димахин. Вот я к вам обращаюсь с запросом, с депутатским запросом в агентство, в наше агентство по культуре. Вот чтобы вы обратились лично туда непосредственно. А смысл вот такой, что мы по поводу Димахина и его компании. Вот 24 числа, в последнее воскресенье, сентября, к нам в концертном приезжает отпетая русофобка из эхо Москвы Ксения Ларина. Вот до этого был Шандерович, были его все эхо Москвы. Роман, 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 мне... Одну секундочку. Кошерный ресторан «Русский дворик» превратился в филиал, филиал буквально логова эхо Москвы. Уважаемый Роман, можно я вам быстренько отвечу? Мне кажется, что это коммерческое учреждение. Если вам не нравится, вы просто не покупайте туда билеты. А мы говорим с депутатами о той работе, которую они хотят делать для... Я все-таки, наверное, Роману тоже отвечу. Я отчасти с вами соглашусь, но с другой стороны, Сергий Фасад, это все-таки центр православия. И допускай здесь некоторые моменты, которые не хотят люди, я считаю, что это не совсем логично. Да, ну согласитесь. Ну нет, я с вами в данном случае не согласна. Мы выбираем, что нам смотреть, мы выбираем, что нам слушать, что мы слушаем по телевизору, что мы смотрим, не знаю, на своих компьютерах и тому подобное. Поэтому, что у нас идет во дворце, пожалуйста, выбирайте. Если вам нравится в одна площадка, ходите туда, не нравится вторая площадка, ходите на другую площадку. Я считаю, что надо относиться все-таки как-то более уважительно к своему родному городу, к его истории. Если это не бьется с его историей, если это не бьется с мнением большинства жителей, то этого делать, мне кажется, не надо. Ну это ваше мнение. Смотрите, какой у меня еще есть вопрос по поводу голосования, которое прошло 10 сентября. В Сергеевом Посаде проголосовало чуть больше 15 тысяч человек, при учете, что у нас 110 тысяч избирателей. Это 14,3 процента, об этом нам территориальная избирательная комиссия сообщила. Вот как вы оцениваете активность людей на этих выборах? Разрешите, наверное, я начну. Предыдущий результат выборов, как бы человек, который идет на выборы, обязательно должен анализировать, сколько примерно людей приходило на тех выборах. В 2013 году, когда были совмещены выборы губернатора и депутатов, на выборы приходило около 20, максимум 25 процентов людей. Это когда выбирали двоих. Но всегда, когда есть выборы более высокого уровня, людей это интересует. Людей это больше интересует, шире компаний и так далее. Ну вот мне, как, скажем так, человеку непонятно, почему мы уповаем всегда на верхнюю власть и хотим выбрать губернатора и президента, и совершенно не уповаем на власть местную, на депутатов и выбираем их 14 процентами. А вот вспомните, что мы с вами начали, на самом деле говоря, да? О том, что на этих выборах они достаточно локальные. И здесь задача кандидатов в депутаты не просто убедить жителей в том, что вот, знаете, я такой хороший, придите за меня, проголосуйте, пожалуйста. А задача кандидата еще попросить людей прийти и поддержать именно его. Потому что это не большие выборы, это не президентские выборы, да? Когда кандидатов знают там по телевизору, ну как бы, ну говорят честно, да? Это очень локальные выборы, основанные прежде всего на личном контакте, на личном общении, личном знакомстве с жителями. И в таком случае, как бы, кандидат сам, который хочет пройти, который хочет, может быть, своей амбиции, да, своей цели, он, помимо всего прочего, он должен попросить, объяснить людям, зачем им это надо. Прежде всего, что кандидат, что депутат может дать непосредственно тому человеку, который пришел и отдал за него именно голос. Или в принципе пришел на выборы, да? Хорошо, Максим, а вы считаете, вот порядка чуть больше 14% избирателей, кстати, Москва тоже проголосовала на муниципальных выборах 15%, это о чем говорит? Ну, во-первых, мне кажется, что явка, это в первую очередь еще и оценка избирателями деятельности тех или иных политиков. Ну, беседую с людьми, непосредственно собирая мнения, я очень часто слышал, как бы, такие мнения, что, ай, не приду, вы все равно ничего не сделаете. Многие, как бы сказать, люди, которые не прошли, очень часто, как бы сказать, сейчас ругают в социальных сетях людей, которые не пришли на выборы. Ребят, давайте честно, низкая явка в том числе, в том числе оценка вашей работы. Так что в данной ситуации, ну, вот, мне приходилось общаться с людьми, беседовать и вот зарабатывать, пытаться людей убедить в том кредите доверия, просто, я говорил, приходите на выборы, не обязательно там за меня, там, или за кому-нибудь, приходите на выборы, сделайте свой выбор, скажите людям свое слово, то есть, ну, как-то поучаствуйте в общественной жизни. К сожалению, конечно, многие не пришли. Это их выбор. Это тоже выбор. Та явка, которая у нас есть, ну, скажем так, я считаю, что эта явка, хоть и небольшая, но достаточно, в общем-то, продуктивная. Давайте мы об этом чуть позже поговорим, потому что у нас на телефоне очередной звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. 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 Будьте добры, чуть-чуть погромче говорите. Да, пожалуйста, я Наталье Владимировне звоню вам в ЖБИ, у нас тут два дома. Мы без горячей воды постоянно, и нам никто не хочет помочь, и разговаривать с нами никто не хочет. Ни наших депутатов мы в глаза никогда не видели. Приглашаем их, никто с нами разговаривать не хочет. Поэтому такая маленькая явка, что утратили доверие люди. Уточните, ЖБИ это какой-то край? Сейчас дождь начинается. Дождь начинается. Вот приехайте к нам на ЖБИ, посмотрите, какая у нас дорога. Таксисты вообще к нам отказываются ехать. Хорошо. Мы и дети в школу пошли. И бабушки старенькие с палочками. Мусор, мы не можем мусор, мы скоро с окон мусор будем выкладывать. Есть у нас такой легендарный Захаров, который ни разу, вот за 15 лет, к нам ни разу не посетил нас и не посмотрел на наши слезные проблемы. Наталья Владимировна, спасибо большое за вашу реплику. Можно я, наверное, отвечу, да? Вот, кстати, интересно, что мне Алексей подсказал, ЖБИ это третий избирательный округ, и вот как раз по третьему избирательному округу прошли все депутаты, которые были в составе прошлого совета. Вот это тоже как бы показатель о том, да, люди пошли, не пошли, подтвердили доверие, не подтвердили. Мне иногда вот хочется задать вопрос, а что такого должно произойти, чтобы люди действительно не нравятся, пошли менять, пошли голосовать и вот активно, как, допустим, на губернаторские выборы. Вы знаете, по третьему избирательному округу мне очень жаль, что не прошел. Очень хороший наш коллега, товарищ, ему не так много хватило голосов, это Горбунов, известный ветеран, да, поселка Вакцина. Вот мне его очень жалко, чтобы Геннадий Михайлович, к сожалению, не прошел, потому что, несмотря на его возраст, это тот человек, активности которого может позавидовать любой молодой человек. Его за это очень сильно уважаю, ему, к сожалению, немножко не хватило голосов, и мне вот даже, если честно, немножко жалко, да, и обидно, что вот с нами в Совете будет такой человек. При этом, вот смотрите, какая история происходит, опять же-таки, да, если, как, например, по пятому округу или по четвертому округу, жители, большинство жителей, да, вы говорите о том, что на третьем округе прошли все те депутаты, которые были, то, значит, на третьем округе жители, в большей части, та ситуация, в которой дело там происходит, она их устраивает. Но вот, Алексей, вот... К сожалению, вот, к сожалению, это единственное обоснование, которое можно... Продолжите, Максим, округ Максима, округ номер пять, там была история, которая взбудоражила микрорайон, история со строительством стадиона за 11-й школой, и, казалось бы, вот сейчас вы пойдите и выразите ваше мнение, да, выбирая депутатов, как бы встаньте на чью-то сторону, а по округу явка ниже, чем в среднем по городу, 13%. Ну, смотрите, во-первых... Не идут. Не идут. Смотрите, относительно явки на округе, на моем непосредственно, как бы я хотел это прокомментировать. Во-первых, если честно, вот с сожалению, хотел бы заметить, что мне казалось, что компания прошла не очень конструктивно. Было очень много грязи, каких-то мероприятий, которые, как бы сказать, не вписывались, мне кажется, в нормальный такой, скажем так... В конструктивную компанию. Да, в конструктивную компанию. Лично мое мнение такое. Есть идеи, разные идеи, хорошие, плохие, нужные жителям, ненужные жителям. Есть они, они, каждый имеет право на жизнь. Если кто-то предлагает идею и выходит с ней, к людям выходит с ней, эту идею необходимо обсуждать широко, публично. Если эта идея кому-то не нравится, ее тоже, как бы сказать, надо критиковать. Но не просто критиковать, а критикуя, предлагай. Должно быть конкретное предложение, что и как. Опять же, опять же, вот по поводу этого стадиона, который сейчас есть. Вот ваше мнение интересное. Скажем так, строительство стадиона очень неоднозначная вещь. Очень неоднозначная вещь. И поскольку работы уже ведутся, я так понимаю, что документы уже оформлены относительно этого стадиона. Скажем так, я как депутат непосредственно, мое мнение, что обязательно должна быть открыта та часть, которая сейчас делается для людей, как для школьников, так для жителей Углича. Это просто безоговорочно. Чтобы не получилось так, как у нас иногда получается с спортивными площадками, которые открываются для школ. Школа, что называется, забрала себе детскую площадку и больше туда никого не пускать. Я понимаю, что это непростая работа убирать ее. Я понимаю, что не всегда у нас люди конструктивно относятся к спортивным объектам. Иногда у нас там начинаются пьянки, иногда там начинается что-то непонятное. Там пустырь был, там был откровенный пустырь на протяжении 10 лет. Так или иначе. Нам надо, да. Вот по стадиону, разреши мне, пожалуйста, я дополню. Мне знаете, что было непонятно в рамках этой избирательной кампании с точки зрения этого стадиона? Я когда еще работал в пресс-службе, мы туда, на это место, с жителями, с проектировщиками, со всеми другими людьми, с жителями, в том числе, с представителями общественных каких-то организаций. Мы туда выезжали, не соврать, в апреле. В апреле или в марте. Еще снег сходил. И ходили, показывали, в том числе и ваш телеканал показывал проект этого стадиона. И тогда ни у кого не возникло никаких вопросов. Не приходили в администрацию, не писали обращения. При этом это выходило в СМИ. Об этом говорили. К сожалению, политические оппоненты очень некрасиво повели, когда сделали спортивный объект такой размерной монетой. На самом деле, это избирательная кампания. Идея-то хорошая. Идея-то, на самом деле, там, я считаю, искренне хорошая. И что предлагает тот же самый Максим, за что я уважаю другие партии и позицию конструктивную. Вот в чем конструктив? Не надо нам ничего. Вернее, не конструктив. Когда депутаты ходят, особенно псевдо-оппозиционеры, и говорят, не надо нам ничего. Вот таких депутатов в Совете быть искренне не должно. Вот, несмотря на то, что другая партия, да, вот у Максима, и в других муниципалитетах тоже на это очень часто обращаю внимание. Есть представители и других партий, и так называемые оппозиции, которых очень ценят и уважают. Но за что? Не за то, что они оголтелы, начинают говорить, нам ничего не надо, у нас и так все хорошо, или вы все предлагаете плохое, от них нету конструктива, от них нету предложений. Если вы посмотрите самых ярых представителей оппозиции, да, ну давайте предложения. Те же самые предложения, которые, например, я слышал от Максима, да, давайте, какие претензии могут быть к стадиону жителей, да, прежде всего. Это то, что там будет сейчас торговля, прежде всего. Но давайте на муниципальном уровне подумаем, какую-то торговлю запретить. Да, давайте, как бы, но давайте не будем давать по рукам тем людям, которые хотят в городе сделать что-то хорошее, потому что как только вы этим людям начнете давать по рукам, к нам больше ни один не придет. Они скажут, что нам у вас делать нечего, мы к вам не пойдем, мы в соседнем улице спать пойдем, еще куда-нибудь пойдем. Но вот в такой обстановке работать нельзя. Если чек пришел, предложил какой-то конкретный проект, да, вам что-то не нравится, а это обсуждалось еще, я подчеркиваю, в апреле. Ну, придите вы в апреле, да, вот. Но почему-то митинги все проводятся непосредственно перед выборами. Проведите в апреле митинг, если вы против, нет в апреле, у нас все устраивает. Выборы, сразу митинг. Это не конструктив. Конструктив, если бы они пришли в администрацию и сказали, нам не нравится проект, мы хотим внести корректировки, а давайте подумаем, ну, кто-то приходил. Вот я тогда на тот момент был как бы сотрудником администрации. Но я не видел никого, кто бы приходил тогда, когда мы это презентовали. Пошли, это, к сожалению, вот по его округу, мне, к сожалению, вот за это одни обидно. И я очень хочу подчеркнуть, что в Совете мне хочется видеть людей, которые известные фразы критикуют, предлагают. Если кому-то что-то не нравится, что-то осуществляется, то депутат, я считаю, это его обязанность предложить что-то, что он считает лучшим. Ну, какую-то идею. А не просто говорить о том, что мы против всего. Но, к сожалению, такие депутаты были и в предыдущем Совете, и некоторые из этих депутатов, к моему несчастью, наверное, прошли в это. Ну, теперь Совет сложился, и такой Совет должен работать и быть работоспособным. А вы уже затронули такой аспект, как партийная платформа. Да. Вы сказали, вот, за что поддерживаю коммуниста Максима Балашова, за то, что он говорит, критикую, предлагай. Вы шли от Единой России. Вы, Максим, от КПРФ. Вот вы убежденные представители этих партий? Зачем вам партийная платформа? Для того, чтобы проще было выбраться? Или вы все-таки поддерживаете здесь какие-то общие идеи? Можно я начну? У меня на это есть очень-очень хороший ответ. Вы не уходите в бенефир. Я в свое время был коллегой Максима и был тоже членом коммунистической партии, я это не скрываю. Но в тот момент времени коммунистическая партия была, и у меня личные убеждения были связаны с тем, что та власть, которая была в тот момент времени, она была неэффективной. То есть главу района Владимира Николаевича Короткова, я, к сожалению, может быть для него, я считал неэффективным руководителем. То есть вы считали, что раз он в Единой России, то вы должны быть в коммунистах? Я считал, нет, я немножко не так считал. Я считаю другое. Это местный уровень. И местные политические силы должны так или иначе относиться к лидеру, к лидеру района, к лидеру города непосредственно. И очень важно вырабатывать какую-то позицию. И если после того момента в район пришли люди, которые сделали за несколько лет намного больше, чем за 15 лет до них, да, как я могу за что-то и критиковать, если я эту позицию полностью разделяю? И поэтому как бы я на сегодняшний день полностью поддерживаю политику партии Единой России. Потому что я, может быть даже и не партии, да, может быть и не партии, но тех людей, которые сегодня стоят в руководстве партии. В команде. Однозначно в команде и только в команде. Максим, а вы с вашими конструктивными предложениями не в команде Единой России, вы в команде другой, да? Да, я член коммунистической партии с 2013 года. Я убежденный коммунист. Вот прям убежденный? Да, я убежденный коммунист. И скажу вам, скажем так, честно и открыто, я считаю на самом деле, что наша страна имела огромный и просто, скажем так, непередаваемый опыт социалистического развития, в котором показала себя, ну, скажем так, лучшей страной фактически. Максим, ну, вам 30 лет, но вы помните разве, какая она была в советский период? Нет, я не помню, какая она была в советский период. Но так или иначе, посмотрите просто даже на наш город. Сколько всего было построено за время СССР? Сколько всего было построено за время СССР? Ну, ладно, это как бы... Вы знаете, вот я извиняюсь, что я так влезаю, но вот Максим смотрит какими-то идеалами партийными, да, я как человек, который любит свой город, я смотрю реальные работы на местах. Вот, наверное, с чем мы отличаемся, да? И тем не менее, вы выполните поддержку. Опять же, на самом деле, относительно и работы на местах, и это одно с другим связано напрямую. Одно с другим. Опять же, вот что такое фактически социалистическое развитие государства? Это когда вместо платных кружков есть бесплатные секции. Они сейчас есть. Да, но вопрос в другом, чего больше? Что доступнее, что шире. Когда вместо платной медицины есть бесплатная медицина. Когда люди, у людей есть возможность расти и развиваться вне зависимости парадигмы получения прибыли. Ну, это, скажем так, более... Говорит генеральный директор, я подчеркиваю. Мы сейчас в тех условиях живем, в которых мы живем непосредственно. Ну, так или иначе. А давайте мы послушаем, что скажет зритель. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Вы меня слышите? Да, очень хорошо. Я звоню из жителей микрорайона Семхоз, нашего любимого города. И я коренной житель. Меня зовут Ольга Александровна. Вопрос такой. Во-первых, я хочу поздравить всех вновь избранных депутатов. Пожелать ему всего наилучшего в их предстоящей работе. Но вопрос у меня к товарищу Горшкову. Нет, Горькову, да. Горьков Алексей. Еще раз вас поздравляю. Мы с удовольствием шли на выборы, голосовали. И на самом деле с большим настроением. Но что я хочу сказать. В течение всей избирательной комиссии мы ждали встречи с кандидатами. И, к сожалению, ни один из команды к нам не подъехал в Семхоз. Хотя у нас очень много вопросов, проблем и пожеланий. И мы хотели бы высказать свои наказы избирателям. Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Что именно нас очень волнует, я вам могу озвучить. Большая просьба. Если есть возможность, оставьте, пожалуйста, телефон. Мы с вами обязательно свяжемся. Проговорим вопрос встречи. Начну с чего. Я когда начал с того, что должна быть какая-то консолидированная позиция у жителей, то действительно в Семхозе и на конкурсном поселке у нас встречи не получилось. Мне за это действительно преджители Менилов. Всю остальную территорию округа мы обошли. Но при этом в частном секторе консолидированную позицию получить намного тяжелее, чем в жилых микрорайонах. В Семхозе действительно очень много проблем. Проблем мы на самом деле эти знаем. Какие есть проблемы в Семхозе? Первое. Дороги надо продолжать асфальтировать, потому что до сих пор там огромное количество грунтовых дорог. Вторая проблема в Семхозе. О том, что по жалобам людей Семхоз прикрепили к Ходькову. И людям неудобно ездить в поликлинику. Тоже этот вопрос знаем. Вопрос вывоза мусора. Где поставить мусорные баки? Прекрасно знаем этот вопрос. И еще один вопрос. Панализирование частного сектора. Тоже этот вопрос прекрасно знаем. Поэтому стыдно, что не провели у вас встречу. Поэтому просьба оставьте еще раз телефон за судью. Хорошо. Уважаемые друзья, у нас буквально одна минута. Наверное, чуть-чуть поменьше. Мне бы хотелось немножко подытожить. Вот говоря о том составе совета, который избрался. Такая получается раскладка. От Единой России 16 человек. От Коммунистической партии 3 человека. В том числе Максим. Яблоко 2 человека. От Справедливой России есть 1 человек. И 3 человека, которые прошли как самого движенца. 14 человек прошли из состава прошлого совета. И соответственно 11 избраны новичков. Вот вы новички у нас. Вы сегодня услышали аудиторию. В большинстве своем она вас поддержала. И соответственно, Алексей, как вы говорили в начале, аванс от зрителей вы получили. И вы, Максим, получили. Надеюсь, что в составе совета вот с такой вот компанией, командой вы найдете общий язык. Потому что без него вряд ли получится общего дела. Спасибо вам за то, что пришли сегодня на эфир. У нас новь избранные депутаты городского совета Сергея Посада были. Максим Барашов, Алексей Горьков. Спасибо. Спасибо всем, кто был сегодня с нами в эфире. До свидания. Всего доброго. До свидания. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Перорус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова